А сейчас я расскажу более подробно о траве полынь. Полынь – трава весьма популярная своими лечебными свойствами. Существует легенда, что в Древнем Риме полынь горькую считали подарком богине Артемиды. В честь нее и назвали это многолетнее травянистое растение. Считали, что полынь дает воинам бесстрашие, силу, избавляет от усталости и в дальних походах, снимает мышечные боли, предохраняет от отравлений. Растет полынь горькая везде – и в селе, и в городе. Ее можно увидеть вдоль дорог и трасс, на пустырях и в лесах. Этому способствует неприхотливость полыни к составу почвы и погодным условиям. Очень сильный ароматный терпкий запах и очень горький вкус полыни используется в ликеро-водочной индустрии для производства абсента и вермута. В некоторых странах полынь выращивают для этого специально. К слову, вермут – это и есть другое название полыни горькой. Наиболее распространенным видом является полынь горькая. Ее можно встретить во многих странах и регионах. Стебели листья у полыни горькой шелковистые, серовато-серебристые из-за обилия мельчайших волосков на верхней поверхности листьев. Это очень важный признак, чтобы найти полынь горькую. На кустящихся стеблях располагаются листья, которые становятся более мелкими и упрощаются ближе к соцветиям. Корзинки мелких цветов собраны в соцветия. Сложная метелка, издалека напоминающая ветку мимозы со старых открыток, которая вовсе и не мимоза, а серебристая акация. Кстати, саму тропическую мимозу хастилис признали наркотиком. В июле-августе можно наблюдать богатые серебряные с золотистыми вкраплениями соцветия цветущей полыни горькой и вдыхать их специфический полынный запах и аромат. Химический состав полыни очень богат. В листьях и траве содержится эфирное масло, горькие гликозиды, апсинтитин, анапсинтитин. Короче, не выговоришь. Янтарные уксусные яблочные кислоты, белок, крахмал. В народной медицине у полыни горькой применяют все части растения и наземные, и подземные. Это испытанное веками домашнее средство. Возбуждает аппетит, улучшает пищеварение, стимулируя секрецию пищеварительных желез, усиливает выделение панкреатического сока и желчи, оказывает обезболивающее действие, кровоостанавливающее, антисептическое средство наружно. Применяется внутрь при диарее, нарушении пищеварения, гастрите с пониженной кислотностью, болях в желудке, коликах желудочных, метеоризме, при плохой работе поджелудочной железы, при комплексом лечения, пищевой аллергии, анемии, депрессии, бессоннице, плохом запахе изо рта, при геморрое, лихорадке, туберкулезе, суставном ревматизме, подагре, эпилепсии, при недостаточных и нерегулярных менструациях, для быстрого лечения конъюнктивита, наружно при ушибе, вывихе, артрите, артрозе, позвоночной грыжи даже. Кроме того, применяли полынь горькую как средство от блох у животных и вшей у людей, а также как противоглистное средство. Это далеко не полный перечень применения полынь горькой в народной медицине. Для приготовления настоя надо 10 граммов измельченной травы, 1 столовая ложка без верха, залить стаканом кипятка в термосе, через 30 минут можно все процедить, принимают горький настой, отмеривая 1 столовую ложку за 30 минут до приема еды. Хранят полынный настой в прохладном месте. Растения ядовито, химические вещества полыни способны накапливаться в организме при длительном применении, так что нужно быть осторожным и лучше всего для профилактики употреблять маленькие дозы. Лекарственными формами в официальной медицине являются спиртовая настойка, водный настой, экстракт в гомеопатии, эфирное масло. Настойка полыни горькой продается в аптеке. Принимать ее надо за 20 минут до еды по 15-20 капель. Курс применения настойки 14 дней. Далее сделать перерыв на 1-2 месяца. В российских деревнях в годы 19-20 века дымом полыном окуривали дома от клопов и земляных блох. С этой же целью запаривали полыненные веники и мыли стены и полы жилища. Веники полыни горько изготавливали для дезинфекции русской бани, а также для лечения в бане суставов, позвоночника. У многих людей, особенно знакомых с деревенской жизнью, с детства русский дух ассоциируется именно с запахом полыни и русской бани. Этот запах доступен сейчас каждому, кто может позволить себе купить бутылочку эфирного масла полыни. Эфирное масло полыни горькой получают из травы при помощи перегонки. Оно также обладает лечебными свойствами. Запах полыни горькой применяют в ароматерапии, при заболеваниях гриппом, простудой, при астме, при мигрении, морской болезни, тошноте, нервном и мышечном напряжении. При заболеваниях суставов и позвоночника на больное место на 30-40 минут накладывают масляный компресс, втирают смесь эфирного масла с внутренним свиным или борсучим салом в соотношении 1 к 3. В древности осирийцы называли ее сердцем орла и верили, тот, кто будет пить настой полыни, станет сильным, бесстрашным, полюбит солнце, небо, простор и волю. Авиценна применял растения при нарушениях пищеварения, повышенной кислотности, гастрите, заболеваниях печени, желчного пузыря, желтухи, золотухи и ломоте в суставах. Мария Медичи употребляла ее с вином против укусов ядовитых змей. Как известно, она была специалистом не только в составлении ядов, но и знала, как приготовить противоядие. Дым полыни применяли как дезинфицирующее средство. При холере и других инфекционных заболеваниях. Окуривали лазареты, больных во время эпидемий и войн. В Англии прямо в зале суда разбрасывали полынь, чтобы не распространять тюремную лихорадку. Также использовали против блохов, шеи, но это я уже говорила. Из полыни также делали красители для тканей. В общем, спектр употребления полыни очень разнообразен и большой. Еще я не сказала вам о том, что полынью лечат пневмонии, бронхиты. Это очень важно, так как сейчас ковид, именно основан этот ковид, на воспалении легких. Известно, что курение сигар из сухой травы полыни обыкновенно назначают при бронхиальной астме. Также практикуется полынь в практике обезболивания и ускорения процессов родов. В древности с помощью полынного напитка участники Олимпийских игр снимали мышечное и нервное напряжение. Современные народные целители успешно используют полынь в составе лекарственных снадобий. Трава полыни обыкновенной в виде спиртовой настойки или отвара целесообразна как лекарство при пневмонии, вызванной перенасыщением антибиотиками. Половину столовой ложки травяного сырья заливают стаканом воды и кипятят 5 минут на небольшом огне. Настаивают 30 минут. Пить по одной столовой ложке до 50 мл полученной жидкости дважды в сутки перед приемом пищи. Такой отвар мобилизует защитные силы организма. Полынь используют также при недостаточности кровообращения и остром инфаркте миокарда. И теперь самое интересное еще. Полынь горькая помогает при лечении алкогольной зависимости. В стакан воды всыпать 4 столовые ложки душевицы и ложку измельченной полынной травы. Такой прокипяченный и процеженный отвар пить по столовой ложке трижды в сутки на протяжении двух или трех месяцев. Примерно на 14 день употребления этого снадобья зависимые люди ощущают равнодушие к спиртным напиткам вплоть до полного отторжения. Возьмите на заметку. Наружное применение Свежим соком полыни лечат раны и нарывы. Компрессы из распаренной травы рекомендуют при воспалении грудной железы и для ускорения созревания нарывов. Настоем получат полость рта при зубной боли, делают ванночки при потении ног. Свежие толченые листья полыни горькие успешно используют при кровоизлияниях на теле в следствии травм, вывихов, растяжении сухожилий. Свежий сок полыни однолетний лечат коросту. Припарки из соцветия полыни прикладывают на участки кожи пораженные раком, к мозолям и бородавкам. Настой из соцветия полыни цитварный используют для натирания при мышечном и суставном ревматизме, невралгии и люмбага. Именно на травяном сырье из этого растения готовится знаменитый напиток тархун. Приготовить тархун в домашних условиях достаточно просто. Для домашнего тархуна понадобится пучок свежего экстрагона, половина лимона, две чайные ложки сахара, охлажденная кипяченая вода, колотый лед, отделить стебельки от листьев, стебли экстрагона нарезать и пробланшировать в небольшом количестве воды и дать остыть. Листья растереть сахарным песком, залить негорячей кипяченой водой и дать настояться. Позже соединить оба настоя, влить в стеклянную емкость и охладить в холодильнике. Напиток процедить, разлить по стаканам, добавить кубики льда и небольшое количество лимонного сока. Про полынь можно говорить много и много и долго. Ну, например, в Библии говорится о том, что полынь является звездой, падающей с неба после звуков трубы третьего ангела. Она источает горечь, которая отравляет одну треть всех вод на земле в дни апокалипсиса. Существуют многочисленные предания о полыне. Но об этом, я думаю, мы поговорим в следующий раз. Самое главное, я думаю, для нынешнего века это такие болезни, как рак, такие болезни, как ковид, при которых полынь очень хорошо помогает. И если для профилактики ее употреблять в небольшом количестве, ну, регулярно, например, недельку попил и потом перерыв, там, месяц-два, понемножечку, то, я думаю, что многие люди уберегутся от таких страшных болезнях. Я желаю всем доброго здравия, друзья мои, силы в организме, свежести, легкости тела и счастья, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok